Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре пикап Mitsubishi L200. На видео автомобиль в комплектации Invite с дизельным мотором объемом 2,4 литра с полным приводом и с механической коробкой передач. Цвет автомобиля темно-серый металлик. Диски стальные, 16-дюймовые, с шинами размерностью 205 на 80. Задние тормоза барабанные. Задний парктроник и камера заднего вида не предусмотрены. Запасное колесо расположено под автомобилем. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в черный цвет. Ключ без кнопок. Система без ключевого доступа не предусмотрена. Автомобиль открывается с помощью ключа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо без кнопок с отделкой из пластика. Обивка сидений тканевая. Водительское сиденье оснащено механической регулировкой по высоте. Включим зажигание автомобиля с помощью ключа. Панель приборов аналоговая. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Автоматический режим не предусмотрен. Включим габаритные огни, ближний свет и задний противотуманный фонарь. Указатели поворотов левой и правой. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Повторители указателей поворотов расположены в передних крыльях. Автомобиль оснащен галогенными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. Передний парктроник не предусмотрен. Тонировка сделана дилером дополнительно. Клиренс автомобиля составляет 200 мм. Задние фонари с обычными лампами. Задняя противотуманка расположена в блоке левого фонаря. Возвращаемся в автомобиль. Управление центральным замком осуществляется с помощью флажка на двери. Передние стеклоподъемники механические. Регулировка боковых зеркал осуществляется механическим способом снаружи автомобиля. Регулировка корректора фар. Кнопка отключения системы стабилизации. Кнопка управления маршрутным компьютером. Дисплей маршрутного компьютера монохромный. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. Дефлекторы системы вентиляции расположены сверху в передней панели. Магнитола не предусмотрена. В автомобиле установлен кондиционер. Центральный переключатель отвечает за регулировку интенсивности обдува. Правый переключатель отвечает за регулировку температуры. Левый переключатель отвечает за выбор направления обдува. Рычаг переключения рециркуляции воздуха. Кнопка со снежинкой отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек без макияжного зеркала и без подсветки. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. В потолочной консоли предусмотрен очечник. На потолке расположена кнопка системы Aero Glonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Крышка подлокотника не регулируется. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники. В автомобиле предусмотрена розетка на 12 вольт. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Шайба управления системой полного привода. Водитель может переключаться между переднеприводным режимом, полноприводным режимом и полноприводным режимом с пониженной передачей. Выбранный режим работы системы полного привода отображается на панели приборов. Кнопка включения имитации блокировки межколесного заднего дифференциала. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач механическая, шестиступенчатая. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Задние сиденья с центральным подлокотником. В нем предусмотрены подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Задние стеклоподъемники механические. Стекло при открытии опускается не полностью. На потолке над дверью находится ручка. В центральной стойке предусмотрена ручка. Потянув за петлю, можно сложить спинку заднего дивана. За спинкой расположен набор инструментов. Теперь перейдем к осмотру грузового отсека. Крышка борта откидывается вниз. Грузовую платформу защищает от повреждений специальное покрытие. Размеры грузовой платформы 1520 на 1470 мм. Высота бортов 475 мм. Паспортная грузоподъемность составляет 920 кг. Лючок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 75 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота без шумоизоляции. Двигатель турбированный, дизельный, 4-цилиндровый, объемом 2,4 литра, с отдачей 146 л.с. Мы с вами осмотрели пикап Mitsubishi L200 в комплектации Invite с дизельным мотором объемом 2,4 литра, с полным приводом и с механической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Major Auto. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова